В Твери, в Бабачевской роще, будет ликвидировано кладбище домашних животных. На деревьях в роще за подписью Главного управления по ветеринарии появились объявления о том, что до 10 августа этого года здесь будут проводиться работы по устранению несанкционированного погоста. Уничтожение трупов животных регламентируется ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Основное правило гласит, захоронение трупов животных в землю запрещено. За это предусмотрена административная ответственность. Наша съемочная группа отправилась в Бабачевскую рощу, чтобы узнать, до каких масштабов разрослось кладбище. И какие есть еще цивилизованные варианты решения проблемы. В вопросе разбиралась наш корреспондент Наталья Чекет. Различные оградки вокруг могильных холмиков, поминальные цветы и венки. Так жители Твери оформляют захоронение своих домашних любимцев. Несмотря на запреты и предупреждения регионального управления по ветеринарии, на протяжении многих лет жители хоронили своих четвероногих друзей именно в этом месте. В Бабачевской роще микрорайона Чайка. От обычных кладбищ это место отличается лишь тем, что здесь беспорядочно расположена могила. Однако к некоторым видно, что дорожки не зарастают. Хозяева постоянно приходят навещать своих питомцев. А некоторые захоронения находятся в запущенном состоянии. К ним давно уже никто не приходил. Бабачевская роща – излюбленное место для отдыха жителей Твери. Здесь совершают прогулки люди разного возраста, утром и вечером. Когда стало известно, что несанкционированное кладбище ликвидируют, многие тверичане поддержали решение инспекторов. Вот что они сказали о нашей съемочной группе. У меня там собака как раз. А вы знаете, что скоро должны его ликвидировать? Да, тут же написано. А как вы вообще к этому относитесь? Да, спокойно. Но все равно, конечно, жалко, потому что привыкли уже. Но она там все-таки находится, прихожу. Не надо. Роща – это специально для прогулок, для детей. Тут все гуляют. Такая зона отдыха. Это надо где-то захоронение, может быть, специальное какое-то место. Но здесь нет. Это однозначно. Подобное захоронение животных – прямая угроза здоровью самих жителей, полагают специалисты. Так как некоторые животные умирают от инфекционных заболеваний, а закапывание их в землю может привести к распространению болезней и заражению почвы. Впрочем, вопросами ликвидации этого кладбища теперь займутся специалисты Тверской городской ветеринарной клиники. Мы не знаем, какие сейчас там трупы животных захоронены. То есть они погибли своей смертью от старости, либо от болезней. В соответствии, это очень опасно. Биологические отходы, которые сейчас находятся в земле, на территории Бабачевской рощи, будут изъяты. Проведены соответствующие ветеринарные экспертизы. После ликвидации кладбища будет проведено облагораживание территории, где смогут совершать прогулки тверичане. А все установленные надгробия должны забрать их законные владельцы. В ином случае их отправят на хранение в ветеринарную поликлинику. Люди, которые установили там надгробия, надгробия являются их собственностью. Они могут как самостоятельно сейчас изъять их. Дальше в процессе реконструкции вот этой территории надгробия никуда не денутся. Они будут на территории горветполиклиники. Вообще, в ведомстве знают и о других подобных стихийных кладбищах в городе. И несмотря на запреты, большинство граждан по-прежнему предпочитает хоронить своих питомцев в любом понравившемся месте. Благо, что поймать за руку такого в этой ситуации крайне сложно. А ведь в соответствии с кодексом об административных нарушениях, подобное действие наказывается штрафом для физических лиц. Как объясняют специалисты, единственный законный способ – кремация. Для этого необходимо обратиться в ветеринарную клинику или биоутилизатор. Впрочем, как считает депутат городской думы Дмитрий Нечаев, возглавляющий рабочую группу по решению проблемы безнадзорных животных, прежде чем наказывать граждан за нарушение административного кодекса, нужно создать им условия для его выполнения. Например, в европейских странах культура захоронения скончавшихся питомцев уходит корнями в 18 век. Возможно, стоит задуматься о создании подобных объектов и у нас. Продолжение следует...